Владимир Викторович, поздравляем вас уже с официальным вступлением в должность главного тренера Минского Динамо. Как первое ощущение, как первые тренировки с командой? Спасибо большое. Динамо Минск – клуб с богатой историей, поэтому, конечно же, это и большая ответственность и перед армией болельщиков Минского Динамо, перед всеми теми людьми, кто переживает за Минское Динамо, все те люди, которые хотят и желают успехов футбольному клубу «Динамо Минск». Поэтому мне, как тренеру, конечно, это и ответственность, и честь возглавить Минское Динамо и постараться создать конкурентноспособную команду, которая способна достигать самых высоких целей. Минское Динамо для вас клуб не чужой. Здесь вы начинали свою профессиональную футбольную карьеру. В «Динамо-93» вы играли много лет, сыграли более 100 матчей. Можно ли не сказать, что в чем-то это даже возвращение, скажем так, к сокам вашим? Да, безусловно, будучи мальчишками, конечно же, для нас Минское Динамо – это был единственный клуб, куда мы мечтали попасть. Безусловно, те футболисты, которые играли в тот период, когда мы были юношами, и Гоцманов, и Олейников, и Сокол, и Кондратьев, и Гуринович, это в какой-то степени были выдающиеся люди, футболисты, к которым мы стремились и хотели быть на их уровне. Поэтому всегда, конечно, стремление мальчишек попасть в Минское Динамо в тот период, когда я сам был юношей, оно было на самом высоком уровне. Поэтому в какой-то степени, конечно, попадание в Минское Динамо в начале своей профессиональной карьеры – это был большой шаг вперед. И, конечно, я не думал о том, что так это сложится именно таким образом, что уже в 16-летнем возрасте я попаду в дубль Минского Динамо. Но так произошло, поэтому, наверное, это и заслужено было, потому что было огромное стремление попасть в Динамо Минск. Поэтому, да, первые свои профессиональные успехи, я именно в качестве футболиста уже и вырос здесь как футболист, скажем, молодой, перспективный, начинающий. И первые успехи пришли уже непосредственно в команде 93 Динамо, которая входила также в подразделение Минского Динамо. И все ребята, которые играли в этой команде, всегда могли попасть и в первую команду. Это и выигрыш Кубка Беларуси в 95-м году. Это участие в Еврокубках, где соперниками были довольно серьезные команды. Это был и Кумбок Интертото, где играли и с Дузбургом немецким. И Кубок Кубков после победы в Кубке Беларуси в 95-м году. Мы играли против Мельды норвежского. То есть это довольно уже такой был перспективный этап, где действительно я почувствовал то, что это команда, которая может развиваться и прогрессировать. Ну, затем, конечно, немножко сложилось все по-другому, но это уже история. Поэтому, конечно, попадание Динамо Минск – это большой знак был для меня и большая честь. Успели ли вы уже так познакомиться с ребятами, с кем-то из наших футболистов? Вы уже работали ранее. Как в целом, пока знакомство с коллективом проходит? Да, многих ребят я в команде знал и приходилось работать с ними, со многими. Где-то на уровне национальной сборной такие футболисты, как Антон Путило, Сергей Кисляк. Да, те ребята, которые раньше проходили через футбольный клуб Минск, где мне довелось работать в предыдущем месте работы. Да, это и Рома Бегунов, и Саша Сочивка. То есть, эти все ребята мне знакомы, с кем-то, естественно, мы впервые познакомились, но, тем не менее, практически со всеми я знаком и практически знаю всех под игром за другие клубы. Но сегодня мы собрались именно в Минском Динамо для того, чтобы создать хорошую боеспособную команду, которая бы способна была добиваться самых высоких целей. Поэтому моя задача и моя цель как тренера – дать ребятам возможность прогрессировать и как личностям, и как профессионалам, так и команде, чтобы они дополняли друг друга и были единым механизмом, который, еще раз повторюсь, в интересах команды, чтобы они действовали, чтобы команда добивалась самых высоких целей. Вы принимаете команду по завершению чемпионата, но у нас есть еще одна ответственная игра в субботу. Это игра Кубка Белоруссии против Слуцка. Если, может, какая-то сложность, то ребятам еще нужно подготовить к одной важной игре сейчас, то составлять их в тонусе, если какая-то с этим сложность или все проходит в общем режиме. Да, действительно, кубковая игра, 1-8 финала – это перенесенный матч в связи с участием Динамо Минска в предыдущем розыгрыше Еврокубков. Поэтому, конечно, остается одна игра. И ясно, что Кубок Белоруссии – это второй по значимости трофей в нашем первенстве. Я имею в виду в розыгрыше, да, есть чемпионат, есть Кубок Белоруссии. Но сам по себе борьба за трофей – это уже мотивация для футболистов и для команды, безусловно. Ну и второй момент – это то, что если команда остается в розыгрыше Кубка Белоруссии, это возможность дальше продолжать борьбу как за трофей, так и по возможности попасть в Еврокубки через победу в Кубке. Поэтому однозначно мотивация у ребят будет на высоком уровне, я даже не сомневаюсь. И еще раз повторюсь, моя задача и цель – подготовить команду с ментальной точки зрения таким образом, чтобы мы в этом матче сработали по максимуму. Если вкратце, не говоря о детали, какой дальнейший будет план у команды на ближайшие месяц-два, сколько будет длиться отпуск у команды, планируется ли просмотр игроков, которые у нас были в аренде, их довольно много, как планируете вот следующей неделе после Кубка? Да, действительно, надо будет еще, я думаю, вот мы сыграем Кубковую игру со Слуцком, и там будет чуть-чуть больше свободного времени именно с точки зрения планирования на следующий сезон. Но понятно, что ребятам нужно будет отдохнуть какой-то период после напряженного сезона, да, и плюс сейчас зимняя пора, естественно, что надо каким-то образом может переключиться от футбола, отвлечься от футбола, отдохнуть семьями в преддверии предновогодних праздников. Это все нормально, здесь в этом отношении не должно быть никаких проблем. Я бы больше заострил внимание на том, что да, действительно, хотелось бы познакомиться с молодежью, которая есть в футбольном клубе «Динамо Минск». Это 2003, 2004, 2005 год рождения. Я уверен, что это именно тот возраст ребят, которые уже сегодня где-то стучатся в двери главной команды, и, конечно, нам надо познакомиться с этими ребятами, поэтому с 1 по 10 декабря мне еще придется провести такой мини-сбор с этими возрастами, с ребятами. Плюс в дополнение к этим ребятам еще те футболисты и ребята, которые были в арендах, мы также их соберем для того, чтобы какое-то время именно в течение 10 дней потренироваться с ними и познакомиться. И понять, кто после выхода из отпуска способен будет с нами начинать уже подготовку непосредственно к следующему сезону. Минска «Динамо» – это клуб, в котором и болельщики, и в целом аудитория, как правило, ждут результата уже с первых игр. То есть любое поражение, любая неудача очень катично воспринимается. Может быть, это как-то давит иногда на игру команды, на тренерский штаб или не чувствуется такого? Я не буду ему сейчас вперед загадывать. Конечно, безусловно, самая успешная даже команда, самая ментально подготовленная, которая желает побеждать. Без поражений не обходится. Но, конечно же, мы будем стремиться, как можно лучше показывать, прежде всего, качественную игру. Это касается более агрессивной игры именно в атаке, особенно в домашних матчах. Потому что «Динамо», имея такую арену, имея такой стадион, имея поддержку болельщиков, безусловно, в домашних матчах обязана просто с позицией силы и агрессивно играть. Поэтому тут даже не обсуждается. Что касается достижения каких-то результатов, то, конечно, для того, чтобы чего-то значимого достичь любой команде, естественно, нужно как можно больше одерживать побед и быть в ментальном плане к этому готовым. Поэтому я думаю, что мы в этом отношении займемся с первого дня, уже после выхода из отпуска, этой работой. И помимо тренировочного процесса, естественно, что и психологическая, ментальная работа. Чтобы все ребята, которые будут в главной команде, и те даже молодые, которые, возможно, будут и в молодежном составе, и будут к нам привлекаться в главную команду, понимали, что здесь все будет направлено только на достижение побед. Ну и в заключение, что, может быть, хотели сказать сейчас болельщикам и в целом мудитории нашего клуба? Я бы хотел, в первую очередь, поблагодарить руководство за доверие, за то, что мне доверили возглавить Минское Динамо. Я уже встречался и с руководителями на всех уровнях. Да, естественно, что все ждут какой-то, скажем так, профессиональной работы, именно доверие полное чувствую к себе. Поэтому это очень много значит для меня, когда есть такое доверие. Моя задача сейчас, самое главное, конечно, оправдать их ожидания. Но это, что касается руководства. Со своей стороны, конечно же, как тренер, хочу сказать о том, что мы ценим, мы уважаем наших болельщиков, те, которые переживают за Минское Динамо. И мы понимаем, что вся наша деятельность, все наши игры, вся наша работа направлена на то, чтобы приносить радость нашим болельщикам, которые приходят на стадион в разные ситуации, в разные погодные условия. Да, но те преданные болельщики, которые приходят, болеют за нас, это по-настоящему истинные болельщики, ради которых мы действительно играем в футбол. Поэтому мы хотим как можно больше, чтобы наши болельщики приходили на стадион. Хотелось бы попросить, чтобы болельщики Минского Динамо в разных ситуациях всегда нас поддерживали. Мы постараемся, по крайней мере, оправдывать их ожидания. Но даже если где-то, условно говоря, в плане результата что-то не складывается, ну, чтобы у болельщиков не было такого ощущения, что команда не доработала, не добежала или там была инертная. Поэтому самая главная задача, чтобы болельщик всегда оценивал отношение к игре, отношение к футболу. Ну и, естественно, что, еще раз повторюсь, задача и цель клуба – достигать как можно больше побед именно в внутренних соревнованиях и на международной арене. Спасибо большое и удачи! Спасибо!